Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. В Казанском федеральном университете состоялось заседание дискуссионного телеклуба Универ ТВ. Сергей Брилев в КФУ презентовал книгу о работе спецслужб во времена Второй мировой войны. Магистр Казанского университета отмечил стипендии правительства Российской Федерации. В Татарстане вдвое увеличат финансирование транспортного гранта для студентов до 60 миллионов рублей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Напомним, что после решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 27 рублей казанские студенты создали петицию в адрес Рустама Миниханова, попросив ввести студенческий проездной. Известно, что решение найдено, но когда оно будет озвучено, остается тайной для сотен казанских студентов. А мы продолжаем. Школьники, увлеченные такой дисциплиной, как геология, смогли попробовать свои силы в заключительном этапе очного тура геологической олимпиады Казанского федерального университета. О том, как проходила олимпиада, смотрите в следующем сюжете. 29 января в стенах Института геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета прошел очный тур геологической олимпиады КФУ. Собрались ребята, успешно прошедшие интернет-тур и решившие попробовать свои силы в заключительном этапе. Результаты этой олимпиады, согласно правилам приема Казанского университета, дают индивидуальные достижения в виде дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Одной из главных задач олимпиады является привлечение талантливых школьников, их ранняя профессиональная ориентация. На этой олимпиаде я участвую не впервые, уже четвертый год, и каждый год я занимаю призовые места. Ну, в этом году, я надеюсь, займу тоже призовые места. Мы готовились, на самом деле, серьезно. За неделю у нас целая библиотека в крошке есть. Корановский, Михаил, Батаренко, все книги почти переворошили. Ну, будем надеяться, что хорошо выступим. На задание ученикам отведено три часа. Олимпиада, помимо письменных вопросов, заключает в себе еще и практическую часть. Были также подготовлены материалы для наглядного исследования горных пород. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. Тем временем продолжает свою работу телевизионный дискуссионный клуб Универ ТВ. 29 января он провел свое очередное заседание. Что на нем обсуждалось, вы узнаете в нашем сюжете. 29 января в Высшей школе журналистики и медиа-коммуникации Казанского федерального университета состоялось очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба Универ ТВ на тему «Китай как предчувствие, возможности и риски». Ведущий дискуссионного клуба Рустам Вафин обсуждал с приглашенными экспертами вопроса экономики, культуры и так называемого поворота на восток. Вспомним, что двуглавый орел, одна голова смотрит на запад, а другая на восток. Поэтому стоит вопрос о том, что мы развернулись к востоку, не совсем верно. Ни для кого не секрет, что после обострения отношений с западными странами в 2014 году Китай и Россия начали активно расширять двустороннее экономическое взаимодействие. На протяжении последних пяти лет Татарстан приложил значительные усилия, чтобы стать новой дверью для Китая в Россию. Более того, немалую роль в этом сыграл и Казанский федеральный университет. Что касается Казанского университета, то, безусловно, он со времен практически своего основания являлся базой изучения восточных языков, восточных культур, в том числе и китаистики. Поэтому нам и карты в руки во взаимодействии с Китаем. Запись заседания телеклуба можно будет увидеть на нашем сайте, ютуб-канале и в эфире Универ ТВ уже на следующей неделе. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универ Ньюз. История сотрудничества спецслужб СССР и Великобритании на основе ранее засекреченных материалов британских и советских архивов расположились на страницах книги Сергея Брилева и Бернарда О'Коннера. В центре внимания авторов – судьбы разведчиков, одним из которых стал прототипом знаменитого пастора Шлага из фильма «17 мгновений весны». Куйбышев, Казань, Уфа и Башкирское село Кушнаренково. Те места, куда были эвакуированы структуры, в частности, коммунистического интернационала. Около трех десятков разведчиков-нелегалов. Одним из них были и Лоренцо Мраца, и Леший Капитан. Именно им и его коллегам посвящена книга «Разведка нелегала наоборот». Взаимодействовала спецслужба Москвы и Лондона времена Второй мировой войны. Первый же архивный документ, который мне был предоставлен из архива службы внешней разведки, на них – это пассажирский билет по маршруту Казань-Архангельск. Они начинали свой путь, выкупированный нацистами Европу, здесь, в Казань. Предыстория написания книги началась еще полтора года назад, когда Сергею Брюлеву с просьбой создать спецрепортаж о генерале Павле Фитине обратился Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки Российской Федерации. Я взялся за эту тему, естественно, с удовольствием, начал читать предоставленные мне материалы, не нашел в них что-то такого ахового, кроме одной строчки, за которой я подумал, что, наверное, должен открыться космос. Он и открылся. Генерал Фитин написал о том, что с помощью английской разведки мы забрасывали советских разведчиков в тыл к немцам. Ну, необычная конструкция. Книга написана совместно с английским писателем и историком Бернардом О'Коннером на основе ранее засекреченных материалов архивов, как британских, так и советских. Участие в презентации книги принял также и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, который сообщил о готовности оказать содействие и необходимую помощь в работе с архивными документами. У нас есть Институт международных отношений, Востоковедения и истории. Мы готовы, поскольку, предоставить людей, которые будут помогать, разбирать первичную документацию, потому что во всех исследованиях очень важны так называемые полевые исследования. Теперь Сергею Брилеву совместно с коллегами из Татарстана предстоит кропотливая работа над тем, чтобы установить больше подробностей об участии наших земляков в засекреченных операциях. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете разрабатывается новый метод исследования свойств наночастиц. Как результаты исследования будут использоваться в будущем, мы расскажем в нашем сюжете. Магистрант Института физики Казанского федерального университета Глеб Долгоруков отмечен стипендии правительства Российской Федерации за разработку нового метода исследования магнитных свойств наночастиц. Наша лаборатория занимается ядерно-магнитным резонансом гелия-3 в контакте с твердыми субстратами. В частном случае я занимаюсь кристаллическими нанопорошками. Также мы изучаем гелий-3 в контакте с аэрогелями, монокристаллами и так далее, со всеми твердыми телами. Он изучает процесс ядерной магнитной релаксации гелия-3 в контакте с кристаллическими нанопорошками при низких температурах. Гелий-3 является более легким из двух стабильных изотопов гелия. Его молекулы имеют самый маленький размер и обладают высокой проникающей способностью. Данный метод подразумевает локализацию промагнитных центров, содержащихся в наночастицах. Этот способ основан на использовании ядерно-магнитного резонанса ЕМР-гелия-3. Частица покрывается слоем магнитного гелия-3, и по тому, как изменяются времена релаксации, в зависимости от расстояния до этой поверхности, которую мы, соответственно, тоже можем изменять, мы можем определить расстояние до парамагнитных центров. Парамагнитными центрами могут быть атомы и ионы, обладающие неспаренным электроном, а также различные дефекты в кристаллической структуре. Информация об их расположении позволит определить область применения наночастиц. С помощью этого метода исследуются свойства наноалмазов. Они могут быть использованы для создания элементов наноэлектроники и материалов медицинского назначения. А дефекты, так называемые NV-центры, в качестве наноразмерных датчиков для измерения физических параметров окружающей среды и даже как базовый элемент будущего квантового процессора, необходимого для создания квантового компьютера. От других методов он отличается, как минимум, тем, что у нас в нашем методе точность порядка одного экстрема. В литературе подобной точности я еще не встречал. Один экстрем — это одна десятая нанометра. Сейчас Глеб Долгоруков ведет свою научную работу в научно-исследовательской лаборатории магнитной радиоспектроскопии и квантовой электронике имени Семена Альтшуллера. Со школы еще получалось заниматься наукой, физикой и математикой. Поступил на радиофизику в Институт физики Казанского федерального университета. И на втором курсе в конце был выбор пойти на какую кафедру. Я выбрал кафедру квантовой электроники и радиоспектроскопии. Это до сих пор одна из лучших кафедр в Казанском университете. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи, знаем в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова